Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем программу. Нарушения в зоомагазинах выявила городская прокуратура. Рейд надзорные органы провели совместно с сотрудниками Россельхознадзора. Какие магазины по версии прокуратуры опасны для домашних питомцев смотрите в рубрике протокол. В зоомагазине на новой нет лицензии на фармацевтическую продукцию, однако на прилавках продают лекарства от блог для животных. В ходе рейда более сотни упаковок с другими лекарствами было изъято. В такой ситуации существует риск реализации контрафактной недоброкачественной продукции. Учитывая, что стоимость в настоящий момент некоторых животных весьма существенна, то помимо причинения какого-то морального вреда, существует также вероятность и причинения значительного материального ущерба имущественным интересам граждан. Без лицензии лекарства для животных продавали в зоомагазинах на Мира и на Арктической. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Руководству всех магазинов могут грозить штрафы до 5000 рублей. Рейды продолжатся. На этих кадрах «Опель» подрезает пассажирский автобус, отчего последний снес дорожный знак. Водитель МАЗа пытался уйти от столкновения с автоледи Наломоносова. Девушка не пропустила его при повороте налево с Полярной. В автобусе находилось более 10 человек. Никто не пострадал. По словам автоледи, она вернулась из отпуска, давно не садилась за руль и потеряла бдительность. В Северодвинске возбуждено уголовное дело за организацию притона. По версии следствия, жрицы любви трудились в нём с 2015 года. Интимные услуги северодвинцам оказывали более пяти девушек. Притон находился на улице Карла Маркса. В профессиональном работе прокуратуры города в 2017 году, мониторинга информации, содержащейся в сети интернет, вылили сведения рекламного характера о том, что на территории города Северодвинска организована деятельность по предоставлению услуг интимного характера на возмездной основе другими лицами. Организаторам притона грозит до пяти лет лишения свободы. Девушкам лёгкого поведения – административные штрафы, а также им придётся найти новую работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова